Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, составлять ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря важны макроэкономические данные из США. В 12.30 по GMT ждем статистику по первичным заявкам на пособие по безработице, а также заказы на товары длительного пользования. Я специально сделал акцент на эти релизы, потому что мы видели вчера резкое изменение рыночных настроений, когда американская валюта цеплялась за локальный максимум, однако после выхода данных PMI производственного сектора и сферы услуг оказалось, собственно, столкнувшись с серьезными распродажами. И в итоге закрытие торговой сессии ровно на тех уровнях, на которых индекс начинал торговую сессию и на которых котировался, что в начале этой недели, что в конце прошлой. Поэтому сегодняшние макроэкономические данные тоже будут интерпретироваться трейдерами как дополнительные аргументы в пользу, либо не совсем, в вопросе дальнейшего повышения процентной ставки. Мне хочется верить, друзья, то, что вы уже тоже определились, в принципе, понимаете, с какими данными мы работаем, в каких условиях сейчас находится американская экономика, выдержит ли она еще дополнительное повышение ставки, ее движение выше 5,5%, как все это отразится на банковском секторе, на рынке долга. И у вас есть своя точка зрения, свое мнение, как должен действовать Федрезерв в текущих условиях. Свою точку зрения я также много раз озвучил и, в принципе, продолжу это делать, потому что моя задача держать вас в курсе относительно того, что на финансовых рынках происходит. Ну и, конечно же, мы ждем сейчас выступления Паула, который поможет нам уточнить и подкрепить свои точки зрения какими-то более-менее железобетонными, надеюсь, аргументами, в виде достаточных либо недостаточных условий для того, чтобы ФРС пошел на еще один шаг, который будет касаться ужесточения национальной денежно-кредитной политики. По поводу тех релизов, которые мы ожидаем сегодня, можете открыть экономические календари и посмотреть, что, в принципе, прогнозируют эксперты. Честно говоря, оба этих отчета, скорее всего, очень сильно разочаруют, потому что по первичным заявкам на пособие по безработице мы ждем рост их числа на 240 тысяч как минимум. Я думаю, что показатель будет еще выше. Что касается заказов на товары длительного пользования, ожидается резкое снижение на 4%, после июньских данных рост на 4,6%. И тут же можно вернуться к тому, как индекс доллара отреагировал на индексы PMI, производственного сектора и сферу слуха накануне. Статистика действительно разочаровала. Производственный сектор продолжит демонстрировать тотальный спад. Сейчас показатель 47, а пунктов 49. Сфера услуг еще держится в зоне роста. Но мы видим то, что постепенно этот индекс тянет прям магнитом к уровню 50, который отделяет восстановление от зоны стагнации. Фактически цифры 51 пункт снижения с 52,3. Еще один месяц и, скорее всего, сфера услуг тоже окажется в зоне спада. Сразу же после того, как вышли эти релизы, американская валюта оказалась под серьезным прессом, провалилась. И нужно связывать реакцию доллара с тем, как изменились после выхода статистики отчетов ожидания трейдеров по повышению процентной ставки. Нам помогает это всегда делать инструмент FedWatch Tool. Сейчас вероятность повышения ставки в сентябре оценивается в 13,5%. Я позволю себе сказать, что это все равно что 0%. Ее не повысит. Действительно, это однозначное суждение, которое не допускает каких-то дополнительных предположений. То есть ставку не поднимут при текущем уровне ожиданий. До конца года вероятность повышения ставки составляет сейчас 34%. Причем еще до выхода вчерашних данных по PMI производственного сектора сферы услуг, эта вероятность оценивалась в 40 с небольшим процентов. То есть сделаем вывод, что даже индексы PMI тем фактом, что они разочаровали, повлияли на рыночную оценку уместности дальнейшего ужесточения монетарной политики. Если сегодня по заказам на товар длительного пользования, по первичным заявкам мы увидим снова плохие показатели, то вероятность повышения ставки станет еще ниже. И в таких, конечно же, условиях будет крайне интересно дождаться завтрашнего выступления Паула на симпозиуме в Джексон Холле. Он, кстати, стартует сегодня в 14.00 по GMT. Но ничего интересного пока же не будет. Самое главное – это фокус внимания на том, что скажет Паул. Поэтому нужно дождаться завтрашнего дня. Я сохраняю короткие позиции по индексу доллара, потому что думаю, что после выхода таких данных у Паула будет больше оснований говорить об уместности сохранения ставки на прежнем уровне до конца этого года. Золото – 1920 долларов за тройскую функцию. Лед тронулся, друзья, и теперь у нас есть два условия для открытия длинных позиций. Помимо того, что очень интересный уровень по индексу настроений, теперь уже толпа, а толпой называю как минимум 70% трейдеров, залезли в короткие позиции. То есть, по сути, перевернулись. Меньшинство находится в длинных позициях. Обвалились доходности американских облигаций с 4,3% до 4,2%. И я принял такое волевое решение начать потихоньку набирать длинную позицию по золоту уже в расчете на то, что завтра этот рост рынка драгоценных металлов будет еще также усилен дальнейшим снижением курса американского доллара. Другие валютные пары, фунт против доллара 1,2713, вчера очень сильно разочаровали данные по активности PMI производственного сектора и сферы услуг. PMI производственного сектора, фактически цифры 42,5%, снижение 45,3%. Действительно, сильный обвал. Но в отношении производственного сектора я, в принципе, был уверен, что вот эта нисходящая тенденция сохранится. Но очень большие надежды возлагал на сферу услуг, которая долгое время поддерживала британскую экономику. И здесь, к сожалению, тоже уже крайне негативная динамика снижения с 51,5% до 48,7%. Это минимальный показатель за 7 последних месяцев. Конечно же, тут же на рынок вернулись спекуляции относительно того, что плохие данные могут ограничить возможности Банка Англии в вопросе дальнейшего повышения ставки. Ну, конечно же, могут. Но я все-таки придерживаюсь точки зрения, что все вот эти проблемы производственного сектора, сферы услуга, они являются следствием низкой потребительской активности на внутреннем рынке, низких заказов на внутреннем рынке. И это, в свою очередь, является последствием высоких показателей инфляции, проблемы, с которыми, прежде всего, и нужно бороться. Поэтому до сентября не буду трогать валютную пару фунт-доллар. Остаюсь привержен идее того, что фунт может в любой момент выстрелить вверх и добраться до сопротивления 1,30%, потому что лично у меня нет сомнений в том, что Банк Англии пойдет на более агрессивное повышение процентной ставки. Доллар-иена, 145. В текущих условиях можно сказать, что есть все возможности для открытия длинных позиций по иене, то есть для продажи пары доллар-иена. Потому что большинство релизов, которые мы анализируем по японской экономике за последние недели, это индексы деловой активности производственного сектора. Вчерашняя, кстати, статистика производственного сектора и сфера услуг тоже очень хорошие данные. До этого были сильные показатели по ВВП. Базовый индекс потребительских цен вырос с 4,3% до 4,4%, что в целом указывает на то, что уместно сейчас Банку Японии начать уже корректировать текущий вектор денежно-кодитной политики. И я не говорю о том, что нужно сразу повышать процентную ставку. Например, можно внести какие-то более существенные изменения в текущий механизм контроля кривой доходности государственных облигаций, что тоже будет воспринято как еще один шаг в пользу будущего ужесточения национальной монетарной политики. И учитывая то, что фундаментальный фонд поддерживает рост японской иены, я почти уверен, что если после завтрашнего выступления Пауэлла американская валюта оступится, то тогда доллар иена снова начнет активно снижаться даже без каких-либо валютных интервенций. И это уже будет торговая сессия понедельника. Примем решение о возможном открытии коротких позиций на долгосрок. По новозеландскому, друзья, поскольку я больше сейчас сфокусировался на индексе доллара, ожидаю выступления Пауэлла завтра, по новозеландскому доллару принято решение закрыть позицию. Уровни плюс-минус те, с которых мы заходили в короткие позиции 0.59.60. Распыляться на большое количество инструментов сейчас не будем. Пару слов по поводу Ripple. Были вопросы в комментариях, что ожидать от данного инструмента. Это, конечно же, та эйфория, которая появилась на рынке после решения окружного суда Нью-Йорка о том, что Ripple не может быть ценной бумагой на этапе первичного размещения, позволила, по сути, котировкам вырасти вдвое с 0.50 до 0.94. Сейчас мы вернулись к тем же самым уровням, которые были до решения. И негативный момент здесь связан с тем, что окружной суд все-таки позволил американской комиссии по ценным бумагам подать апелляцию на решение. И есть риск того, что мы увидим повторный судебный процесс, ну, точнее, он точно будет. Проблема в том, что он может также затянуться на несколько лет, что будет оттопить позиции Ripple. Я бы рекомендовал, друзья, открывать короткие позиции в долгосрок. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.